Включил? Сначала. Готово? Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хочу продолжить, скажем так, свое повествование о моих диких зверях, цыплятах, породы доминант. От последнего видео прошел месяц и где-то неделя, может, чуть больше. Цыплята подросли. Хочу вот показать. Видите, вот петух какой здоровый попался. Мне сейчас поменьше что-то возьмем. Курочка. Поаккуратнее немного. Значит, что хочу отметить. За это время, за последнюю неделю... Ах ты, ты видела, что она сотворила? Она в этот... Иди отсюда. Ну, больные на голову. Ты посмотри, какая неугомонная, а? Сразу голову в этот самый, в объектив шарахнула. Дурку. Значит, что хочу отметить. Лето у нас сейчас, жара. Соответственно, всегда надо следить, чтобы водичка была. Я, если честно, сильно там не изгалялся, не глумился. Обычно поилка ведерная стоит. Они у нее, конечно, любят понагребать мусором. Но это не смертельно. Видели, травку едят отлично. Травку даю постоянно. За день, вот у меня 50 штук, погибло всего трое за все время. Двое задушилось по моей вине. Я просто оставил их на ночь. Не заносил. Думал, уже тепло будет. Но, очевидно, было холодно. И все сбились в кучу. И двоих цыплят, хороших таких курочек, затоптали. Ну, это, опять же, мой бог. В принципе, от болезней, от каких-то проблем ничего с ними не происходило. Никто не сдыхал. Пропоил один раз от коксодиоза антибиотиком. За все это время. Ну, витамины. Витамины, по, скажем так, по наличию средств. Они не особо дорогие. Ну, бывает время от времени. Ну, за месяц, может, раз или два я пропаивал витамины. Витамины подходил, брал. Давай, съешь этого жука. Не хочешь. Витамины брал водорастворимые. Просто-то болел водичку. Растут они, ну, как мое личное мнение, очень хорошо. Допустим, у меня бегают два цыпленка. Вот видите, этот маленький? Вот этот самый маленький, наверное, какой-то петушок уродит елки. Бесхвостый. Но самый наглый, видите, борется. Кусается, зараза. Вот садового возраста были у меня, есть у меня бегают домашние. Ну, наседка высидела. Вот их размер меньше, даже чем вот этот. Вот в половину, наверное, меньше. Эти же гады выросли достаточно быстро, растут крупные. По затратам. Сожрали они два мешка зерна за второй месяц жизни. Ну, конечно, по поводу зерна. Большая проблема лета перед уборкой. Нет возможности приобрести нужные для них, там, допустим, ту же кукурузу. Но это то зерно, которое им в первую очередь надо, ну, в процентном соотношении, там, в 60% должно быть кукурузы в корме. Но такой возможности нет. Выкручиваемся, чем есть. Есть проса, точнее, отходы зерна от проса-отходы. То есть, это обвеянное проса. Оно не сгнившее, ну, нормальное проса, просто в нем, ну, как, ну, короче, на халяву. И его много, скажем так. Они, в свою очередь, ну, в день съедают где-то с мешок, наверное, травы, просто травы съедают. Траву едят в любом количестве. Причем, нет возможности, допустим, ту же люциарку взять, было бы вообще хорошо, еще лучше росли. Можно все, что есть на огороде. Он, лобода какая-то нарвал. Ну, что было, то нарвал на огороде. Все отлично съедается. Видите, они бодрые у меня бегают, довольные. Клетки пока я еще не сделаю им, точнее, делать, наверное, не буду, вообще куплю. Ленивый стал до безобразия. Ну, в клетки посадить тоже, ну, как бы, с одной стороны хочется, а с другой стороны, я понимаю, что это будет такой бухенвальд у них, да, в клетках. Даже будет капец. Они будут облезвые, чмошные, тут ходят по воле. Ну, как, то неволя, там, сарайчик, но все равно нормально все чувствуют. Значит, подытожим. За второй месяц слопали они у меня, ну, порядка килограмм, наверное, 150, до 200 килограмм зерна съели. По нынешней цене у нас зерно сейчас где-то в районе 3 гривен. Получается на 600 гривен, да? 600 гривен, это в долларах где-то порядка, сколько там получается, 25 где-то баксов. Где-то 25 долларов затрат ушло на корма. Ну, бурьян бесплатно, вода тоже бесплатно. По поводу лекарств, лечений, ну, там сумма небольшая, буквально там гривен 20, ну, там доллар-два. Ну, будем считать где-то порядка 30 долларов полностью они уложились во второй месяц. Соответственно, полные затраты уже составляют где-то около 65-70 долларов. Ну, куда вы? Ну, плюс моральный ущерб, видите, меня постоянно клюют. Камеру чуть не разбили. Шакалы. Так что, доминанты очень-очень-очень приятные звери. Неприхотливые. Я думал, изначально думал, казалось мне, что это будет такой головняк. Нет, они не зря пишут, что у них и иммунитет отличный, и они редко болеют. И если болеют, быстро поддаются лечению. Мои же, мало того, мои едят все, что им дашь, не выделываются. Поэтому, даже еще один момент, с антибиотиками не перестарайтесь, а то я начал пропаивать от коксодиоза, и они у меня некоторые там две или три особи грустными стали. Начали скучно себя вести, опускать крылья и готовиться в мир иной. Я сразу перестал их впичкать этой дрянью. Пропаил, дня три, по-моему, пропаивал витаминами, отошли. Сейчас все вместе бегают, никто не болеет, все нормально. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать, посмотрим. Еще два месяца, я думаю, пройдет до того, конечно, нести яйцо. У знакомого в четыре с половиной занеслись. Я думаю, у меня занесутся, если они доживут до этого знаменательного дня. Ну, а так, веселые куры такие, хорошие. Мне нравится. Гораздо интереснее, чем, допустим, сброд, который высиживаешь или инкубируешь домашний. Все-таки, как бы, если оно порода, то чувствуется, разница есть. Цена 20 гривен, голова стоила того. Поэтому, ну, посмотрим, когда занесутся и как будет нестись. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго!